Безопасность и психическое состояние ребенка, который остается в доме возможных убийц его брата, вызывают серьезную обеспокоенность у российских парламентариев. Они намерены добиваться скорейшего возвращения Кирилла Кузьмина обратно в Россию. Сегодняшнее заседание Госдумы началось с минуты молчания в память о погибшем мальчике. Его смерть депутаты назвали трагедией, которая касается лично каждого. Это подтверждение худших опасений, что процесс усыновления в Соединенных Штатах Америки, к сожалению, имеет множество недостатков, которые приводят к трагическим последствиям. Контроль за усыновителями недостаточно эффективен. Меры, которые принимаются внутри Штатов и в целом в Соединенных Штатах по этому поводу, к сожалению, в большей степени политизированы. Что будет с мальчиком, со вторым? Этот ребенок, второй, Кирилл, остается под опекой отца. Приемный отец американский наблюдал в течение полугода, как психотропными веществами кормит трехлетнего ребенка. Наблюдал фактически за избиением и у него остается ребенок. Это без прецедента. По соглашению российско-американскому обязаны нам этого ребенка вернуть. Мы всегда, наша фракция была против такого неограниченного, неограниченной возможности усыновления иностранцами наших детей. На мой взгляд, такое усыновление это исключительный случай. И такой исключительный случай должны рассматривать где-то на государственном уровне, в государственной структуре. Но не отдавать это на откуп, скажем, каким-то посредническим фирмам, которые на этом зарабатывают деньги. Это один случай выявился. А сколько издеваются каждый день? Потому что американцам жить тяжело. Мы видим, как они расстреливают собственные школы, магазины, кинотеатры. Поэтому вот детей берут для издевательств. Своих жалко, берут иностранных. Поэтому ни в коем случае нельзя наших детей туда направлять. В Госдуме собираются вернуться к обсуждению практики международного усыновления. Для объяснений приглашены глава Миноборнауки России Дмитрий Ливанов и посол США Майкл Макфол. Миноборнауки России Дмитрий Ливанов и посол США Майкл Макфол